Сегодня день памяти, потому что мы не в состоянии присутствовать на том мероприятии, которое сегодня происходит, траурном. Мы просто пришли выразить нашу дань уважения человеку, который забыл про свой дом, но он забыл про очень многие свои обязанности как человека и работал на благо восстановления зоны землетрясения Армении. В том самом 1988 году, страшном 1988 году, мало до кого доходили сведения. Николай Рыжков принимал посильное участие также, также, в организации комитета особого управления НКО, то есть Арцаха. Мало кто об этом слышал или читал. Именно по его протекции Аркадия Вольского направили Степанагерд прекратить вакханалию банк тюркистов, истинных фашистов. Этот человек был истинно русским мужиком, слово-дело, и как мог помогал и после 1988 года. Нормальные депутаты парламента Армении должны вспомнить, как он помогал в принятии Госдумы резолюции о признании геноцида. Он лично помогал, агитировал все фракции в Госдуме, как мог. Но человеческая жизнь коротка. Просто надо, чтобы все помнили об истинном русском человеке Николая Рыжкова. Пожалуй, единственным русском человеке и в ЦК КПСС, и вообще в московской элите тех лет. Остальные, это знаете, несколько вопросительных знаков остаются. В отношении Рыжкова к армянскому народу не было никаких тайн, никаких подводных течений. Поэтому мы его должны помнить. Именно таким, каким он был. Открытым, готовым на разговор и готовым действовать. То, чего мало кому даже сейчас хватает, так сказать, решительности мужчины, для того, чтобы принять решение и начать его реализовывать. Светлая память. Мы, наверное, должны пособолезновать не только русскому народу, но и нашему народу. Мы потеряли великого друга, десятилетиями сохранявшего эту дружбу в своем сердце. Искренне соболезную и армянскому народу. Утрата каждого из наших друзей – это большая потеря. Невосполнимая. Спасибо за внимание.